Всем привет! С вами Светлана, канал Орец Позитивчика. Я рада вас приветствовать на своей кухне. И я сегодня готовлю фаршированный перец на зиму. Для этого мне понадобится перец, морковь, лук, капуста, зелень, чеснок и специи. Для начала я взяла перец болгарский, удалила семечки, помыла его, почистила. Вот такой вот красивый, плотненький. И теперь необходимо его залить кипятком. После того, как залили кипятком, необходимо воду слить и залить холодной проточной водой. И сразу же промыли перец под струей холодной воды и воду слили. Всё, теперь перец можно оставлять в сторонку и займёмся маринадом. Для маринада мне понадобится 2 литра воды, растительное масло, сахар, соль, мёд, уксус и специи. В кастрюльку я налила 2 литра воды. Сюда же отправляю соль, 2 столовые ложки. 4 столовые ложки сахара. Добавляю лавровый лист. Буквально 2-3 листика. Чёрный перец горошком, перец душистый горошком. Теперь у меня есть горчичное семя. Добавлю горчичное семя. Очень удобно и приятный запах для маринада. И тмин. Можно использовать семена укропа. И ставлю на плиту. Довожу до кипения. Необходимо прокипятить 2-3 минутки. И чтобы сахар и соль полностью растворились. Теперь займёмся начинкой для перца. Для начинки мне понадобится морковь, натертая на крупной тёрке. Лук. Можно нарезать полукольцами, можно нарезать кубиками. Капуста белокочанная. Зелень. Один пучок укропа. Один пучок петрушки. И чеснок. У меня одна головка чеснока. Вы можете уменьшать или увеличивать количество чеснока. Можно вообще использовать целые зубчики чеснока. Вложить в серединку фаршированного перца. Это уже на ваше усмотрение. Давайте начнём с того, что нам необходимо перемешать все наши овощи. Я высыпаю морковь, капусту. И немножко необходимо посолить. Буквально вот такого вот количества соли будет достаточно. И хорошенечко разминаем морковку и капусту. После того, как перемешали соль с капустой и морковкой, добавляем лук. Хорошенечко растираем лук, чтобы он тоже дал свой аромат. Перемешиваем. Добавляем зелень. Всё это хорошенечко тоже перемешиваем. Попробуйте на соль. Если вам недостаточно, соли подсолите. И добавляем чеснок. Всё хорошенечко вымешиваем. И теперь берём нашу начинку. Берём наши подготовленные перчики. И наполняем наши перчики начинкой. Удобнее всего это делать с рукой. Хорошенечко наполняем, утрамбовываем. И складываем. И таким образом наполняйте все свои перчики. При желании, повторюсь, можно добавить целиком чесночок. В перчик. И после того, как перчики свои вы нафаршировали, необходимо взять стерилизованные баночки. Обязательно стерилизованные. И крышечки. Я стерилизую банки в духовке. У меня есть отдельный ролик. Зайдите, посмотрите, если вам интересно. И теперь наполняем баночки перчиком. И вот у меня осталось два перчика. Я их разрежу пополам и аккуратненько уложу по баночкам. Смотрите, какая красота в разрезе получается. И в каждую баночку положу по одному зубчику чеснока. Маринация кипела. Я его отключила. И теперь необходимо добавить уксус. 150 грамм и 120 грамм растительного масла. И также я добавлю мёд. Одна столовая ложка без горки на 2 литра. И всё хорошенечко, тщательно перемешиваю. И пока маринад наш горячий, необходимо разлить его по баночкам. Наполняем полностью баночку. Накрываем крышечкой и ставим в кастрюльку. На дно кастрюльки обязательно ложим полотенчиком. Вот я залила маринадом 4 баночки. Поставила их в кастрюлю. На дно кастрюли обязательно ложите какое-то полотенчиком. Наполняйте воду по плечике. И будем стерилизовать. Перец я стерилизовала 20 минут. Потому что у меня литровые баночки. Если у вас полулитровые, то 15 минут. И теперь необходимо быстренько, пока маринад и перец горячий, всё это аккуратненько закрыть. Переворачиваем баночку. Проверяем, чтобы ничего не протекало. Таким образом я закрываю все остальные баночки. Переворачиваю, ставлю в тёплое место. Накрываю тёплым одеялом. И даю им полностью остыть. Вот такие вот вкусные, красивые, ароматные перчики получились. Баночки полностью остыли. Теперь их можно убрать в прохладное место. Я надеюсь, что вам рецепт мой пригодился. И вы будете готовить, и готовить, и готовить по этому рецепту. Потому что это очень-очень вкусно, несложно. Если вам понравился рецепт, то пальчики вверх. Вступайте в группу ВКонтакте. Подписывайтесь на мой канал. И до скорых встреч! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok